МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Щелково» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий, Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша традиционно идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Ну а в гостях у меня сегодня самый главный гость нынешнего телесезона, исполняющий полномочия главы городского округа «Щелково», секретарь «Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Горелов. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый вечер. Сергей Викторович, сегодня можно отметить, наверное, не сегодня, а вчера, некий рубеж. Да, вы ровно три месяца вчера исполнилось, как стали исполняющим полномочия главы городского округа. Вот, если можно, ваше впечатление от нашего города, от, наверное, в целом от округа бывшего «Щелковского района». Каким вы видите наш муниципалитет, ну и, наверное, что в нем будет меняться, с вашей точки зрения? Должно поменяться? Городского округа «Щелково» – это динамично развивающийся муниципалитет, очень сильный муниципалитет Подмосковья. На сегодняшний день это крупноэкономический центр, где проделана была большая работа по созданию инвестиционного климата. Большие шаги были проделаны в социальной сфере. На сегодняшний день построены востребованные объекты в сфере образования. Мы работаем и ведем последовательную работу по привлечению медицинских кадров. Для этого были решены жилищные проблемы. В муниципалитете были реконструированы два здания, и на их базе были созданы все условия молодым специалистам, где предоставляется жилая площадь. Была сформирована и комфортная городская среда. Это уникальные пешеходные зоны. На сегодняшний день это улица Парковая, это молодежная набережная, это сквер Пушкина. Но это не только украшение города, при всем при этом это культурно-досуговое притяжение места для людей, для жителей городского округа. Но в то же время есть, конечно, и те направления, которые требуют пристального внимания. Уже сегодня и администрация уделяет этому особое и отдельное значение. С вашей точки зрения, какие именно проблемы сейчас стоят наиболее остро? Ну, знаете, наверное, одна из основных проблем – это бессистемность работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день вижу, что неправильное распределение сил и ресурсов способно свести на нет любой труд, даже самый энергичный, какой бы мы ни прикладывали в этом направлении. Так, благоустройство и коммунальное хозяйство – это, по сути, два принципиально разных направления. И для того, чтобы добиваться особых результатов в этом направлении, их необходимо разделять. Необходимо разделить для эффективного выполнения задач. Именно такой подход на сегодняшний день используется в правительстве Московской области. И поэтому я, когда пришел работать в администрацию городского округа Щелково, первое, с чего начал, я решил внести изменения и развести два этих основных направления, потому что этой большой, тяжелой, кропотливой работой занимался один заместитель. Я развел на два направления и разделил направление ЖКХ и энергетики. И другое направление – это благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт и связь. Ну и какие вопросы предстоит решить этим специалистам в самое ближайшее время? Вы знаете, есть несколько показательных примеров негативных последствий, ошибок, которые были допущены как в сфере ЖКХ, так и в сфере благоустройства. Ну вот, к примеру, по сфере ЖКХ проводится капремонт дома. Однако при составлении задач не учитывается определенные направления, которые необходимо сделать. К примеру, когда проводится ремонт, не учитывается ремонт кровли. И, кстати, по ремонтам кровли очень много вопросов возникает у жителей, они обращаются ко мне. Что касается благоустройства, то результаты комплексных работ портят, скажем так, нерациональный подход к работам и к содержаниям малых архитектурных форм. Жители порой обращаются и говорят, что в том или ином дворе в неудовлетворительном состоянии находится та или иная детская площадка или спортивная. И что делают специалисты? Они, ну не скажу, что во всех случаях, но довольно часто это бывает, они вместо того, чтобы устранить эти недочеты, берут и демонтируют их полностью. Что я считаю, ну неправильно, потому что жителям необходимо либо отремонтировать эти площадки, либо взамен их поставить новое. Ну а вы как решаете эти вопросы, вот я имею в виду, возвращение этих площадок? Ну на сегодняшний день у нас по программе детских площадок, если мне память не изменяет, 41 площадка в этом году у нас обустраивается на территории городского округа. Но при этом я вот на прошлой неделе выезжал в один из районов города, смотрел, как обустроены были новые площадки и заметил, что рядом остались малые архитектурные формы, в частности качели, о которых так часто пишут жители, они очень любимы детьми. Качели оставили старые, оставили старые, при всем при этом вокруг площадки обустроили пешеходную дорожку и на качелях, когда дети ими пользуются, совершенно отчетливо было видно, что они могут травмироваться. Поэтому пришлось поставить задачи своему профильному заместителю по благоустройству Пчелкину Максиму Санычу, для того, чтобы он произвел перенос этих детских качелей, но при этом их обязательно оставил. И если есть необходимость, конечно, отремонтировать их, покрасить и, скажем так, привести в нормальный современный вид. Ну, это вот сейчас у нас речь шла о, так скажем, внутри дворовых территориях, да, но еще очень много проблем составляет, естественно, и вопрос благоустройства улиц. Мы все видели, да, как благоустроена Парковая улица, но вот сейчас, наверное, камнем преткновения стало благоустройство улицы Гагарина в микрорайоне Чикаловский. Я знаю, что вы держите ситуацию под своим личным контролем. Не могли бы более подробно рассказать, как там сейчас обстоят дела? Абсолютно правильно вы заметили, по улице Гагарина у нас не все крупные проекты благоустройства общественных территорий, которые стартовали на территории городского округа Щелково, были успешно завершены. И очень много обращений поступило от жителей Чикаловского, в частности, по качеству и срокам проведения работ по благоустройству на улице Гагарина. Я сам туда несколько раз выезжал, крайний раз я был там с представителями Министерства благоустройства. Сам по себе проект, это бесспорно, скажем так, положительное начинание. Были запланированы работы на площади почти 2,5 гектара. Это и обустройство тротуаров, площадок с плиточным покрытием, это обустройство велодорожки, это обустройство газонов, это высадка деревьев и кустарников. Но подрядчик свою задачу в срок не выполнил, а контракт с ним был заключен в 2018 году. И учитывая то, что они не успели по срокам, в зимнее время работы были приостановлены. Потом уже вот с 15 апреля нынешнего года работы возобновились в теплое время. Но на сегодняшний день, честно скажу, мы недовольны сроками выполнения работы, и не только сроком, но и качеством работы. Потому что есть отдельные вопросы, которые связаны в том числе и с передвижением маломобильных граждан. Недочетов очень много. Мы поставили срок исполнения всех работ, и в том числе устранения недостатков до 1 июля. Поэтому посмотрим. На сегодняшний день мы контролируем эту ситуацию. Ну, я надеюсь, что подрядчик услышал и нас, и Министерство благоустройства. И в сроки, которые им были поставлены, они закончат там эти работы. Ну, вот 4 дня всего осталось так. Есть вероятность того, что они успеют? Есть вероятность, потому что, еще раз повторюсь, и сам на личном контроле держу. И мой заместитель ежедневно туда выезжает. Должны успеть. Возможно, какие-то мелкие недочеты будут. Но я думаю, что в ближайшие дни они их устранят. Сергей Викторович, у нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте режиссер подсказывает, что звонок уже сорвался. Буквально минуту назад он был. Поэтому, наверное, перейдем к следующей теме. Зрители достаточно часто обращаются к нам с вопросом о том, что в соцсетях пишут и на сайт к нам приходят обращения. О том, что благоустройство – это все здорово, прекрасно. Мнения разделились даже по поводу, сам читал в соцсетях, молодежной набережной. А все говорят, ой, как здорово и замечательно. Действительно, очень много молодежи вот это название присвоили просто, как говорится, в кассу. Хотя, наверное, много обсуждали, особенно в второй половине дня идешь, сидят ребята и в шахматы играют. Все, что там есть – это инфраструктура, так скажем, малые формы. И качели, и шахматные доски, теннисные столы. Вот все занято, ничего не пустует. Ну, понятно, в такой уже, скажем, прайм-тайм, как говорится. Ну, а кто-то пишет, не, ну что это такое, опять бетон, плитка, сколько деревьев повырубали, вообще такое все зеленое было. Ну, понятно, на всех не угодишь. Но, тем не менее, очень часто задают вопросы именно по вырубке деревьев. Не конкретно на молодежной набережной вдоль Клязьмы, а вообще в целом в городе. В том числе и при хорошем благоустройстве. Что будет потом? Вот как стоит проблема, ну, так скажем, озеленения? Потому что все хотят, вот, видеть наш город зеленый, зеленый, такой зеленый. Знаете, действительно, вырубка деревьев при проведении каких-либо работ – это очень серьезный недочет. И жители обращались, ну, раз уж вы сказали про молодежную набережную, скажу и про нее, обращались по поводу того, что во время проведения работ были вырублены деревья. Но это касается не только молодежной набережной. Что мы сделали в этом году? Значит, как и вся Московская область, мы участвовали в акции «Лес Победы». В результате этого высадили почти 24 тысячи молодых сосен. В район Фряново мы выезжали. Приняло участие в процессе всей этой акции почти 6 тысяч человек. Это все щелковцы, которые были нервнодушны к этой теме. Но мы решили не останавливаться. И вот, учитывая мнение горожана, наверное, не только мнение все-таки, а их опасение за то, что во время проведения работы вырубаются деревья, мы запустили свою акцию, называется она «Зеленая Щелково», в рамках которой мы высадили более трех тысяч деревьев, как и взрослых деревьев, так и кустарников. И высаживали мы их на таких улицах, как Парковой, в том числе и на набережной молодежной, и на набережной юности. И эта работа, уверенно, она будет продолжаться. Но, естественно, все должны понимать, что работа эта сезонная по высадке, можно делать либо только весной, либо осенью. Поэтому по осени мы выберем еще какие-то зоны и высадим в обязательном порядке, в обязательном порядке, и там тоже деревья и кустарники. То есть акция «Зеленая Щелково» осенью повторится? «Зеленая Щелково» – это наша акция, местная акция, и мы ее будем не только продолжим в этом году, но надеюсь, что это очень хорошее начинание, и жители тоже поддержат, и будем продолжать и в следующем, и в последующие годы. А какие-то места уже намечены примерно хотя бы? Ну, места, знаете, мы стараемся слушать жителей, и они обращаются к нам, довольно часто ко мне обращаются, и ВКонтакте, и обращаются в моем Инстаграме, где они пишут, где хотели бы увидеть. Конечно, мы будем прислушиваться к их мнению, и с учетом этого будем формировать адреса, по которым будем проводить высадки. Еще одна важная тема, которая началась, вот, наверное, как раз практически с вашим приходом, это то, что с Нового года в Подмосковье введен раздельный сбор мусора. В Московской области в числе немногих пока еще субъектов Российской Федерации участвует в этом эксперименте. Москва до такого еще не дошла. Но, тем не менее, много вопросов возникало. Ввелась, конечно, подготовка, разъяснительная подготовка среди жителей, и в том числе при помощи средств массовой информации. И даже, скажем так, в школах, в детских садах даже проводились уже такие разъяснительные лекции, так скажем, для молодого поколения. Но, тем не менее, до сих пор остается еще много проблем. Хотя прошло уже, понятно, сколько, полгода уже прошло, когда это все внедряется. Тем не менее, проблемы остаются. Вот, если можно, скажите, какие из них стоят наиболее остро? Ну, вы правы. Такая проблема существует. Отчасти в этом, конечно, ответственность регионального оператора. У нас региональным оператором в нашем кусту является общество с ограниченной ответственностью Хартия. Но при всем при этом, несмотря на то, что в договорах с Хартией не прописаны такие пункты, как подбор мусора, а это зачастую является недовольством жителей, я через своего заместителя обращался к управляющим компаниям, несмотря на то, что у них это в тарифе не заложено, чтобы все-таки на своей территории они помогали Хартии. И подбор мусора, как мне видится, должен осуществляться. Хотя я вам скажу, что я в центральной части города буквально недавно смотрел, как проходит ремонт подъездов и видел, и это причем не постановочно было, это совершенно реально, приехала машина Харти, которая забирала мусор. Но не буду рекламировать, правда, управляющую компанию, но тем не менее я увидел, что представитель этой управляющей компании вышел из Совкома и с Веником и помог оператору загрузить, подобрать тот мусор, который в процессе загрузки появился. Я считаю, что это не так много сил на это необходимо вкладывать, но при всем при этом это влечет к тому, что во дворах чисто. Потому что на сегодняшний день, после того, когда Хартия уезжает, очень много неподобранного мусора остается. Это первое. Второе у нас, конечно, есть тоже свои претензии с Хартией, мы с ней работаем. Они заключаются в том, что на сегодняшний день не так часто, как нам хотелось бы. Хартия приезжала и забирала мусор, потому что очень много мусора скапливается во дворах, на мусоросборных площадках. Но при всем при этом, чтобы они соблюдали и тот график, на сегодняшний день, который есть. Остановлюсь на том, что у нас на территории муниципалитета 176 мусоросборных площадок, но их, конечно, недостаточно. Мы планируем в этом году построить еще 35 площадок и осуществить ремонт тех, которых есть. Потому что отдельные находятся, мягко говоря, в очень непотребном виде. И такая задача стоит перед управлением ЖКХ. Необходимо применить здесь будут все свои силы для того, чтобы навести порядок на мусоросборных площадках. Также, что мы еще делаем? У нас на сегодняшний день 76 камер установлено в районах мусоросборных площадок. Видеокамер. Мы в режиме реального времени можем видеть, в каком состоянии находится та или иная мусоросборная площадка. И, общаясь с региональным оператором, просить, чтобы своевременно подошла машина и забрала этот мусор. Скажу немножко больше. Зайду дальше. Губернатором Московской области Анна Юрьевичем Воробьевым поставлена задача на территории всех муниципальных образований Московской области до 2 декабря оборудовать Центры управления регионами муниципального образования. Мы сейчас этой проблемой занимаемся. В ближайшее время, уверен, к осени запустим уже такой Центр управления у себя. И как предложение вывести туда эти камеры, в этот зал, где будут находиться сотрудники ЦУРа. И в режиме реального времени сотрудник, который в том числе будет отвечать и за этот вопрос, будем работать с Хартией совместно по вывозу мусора с тех или иных территорий. Чтобы он не скапливался. И, знаете, зачастую бывает так, мусора много. Мусор не подобрали. Животные, которые бегают бездомные, они начинают, ну и птицы в том числе, растаскивают этот мусор, что влияет потом на общее благоустройство всего городского округа. Поэтому будем работать в этом направлении. Если можно, я от себя добавлю. Вы сказали, что достаточное количество мусорных площадок оборудовано видеокамерами. Но это не только возможность следить за тем, как работает оператор по вывозу мусора, но и следить еще за порядком на этих площадках. Потому что я почему-то вспомнил эту историю. Мы просто снимали даже видеосюжет о том, что люди несанкционированно выбрасывают мусор. Тот мусор, о котором мы говорили, скажем, тот же строительный мусор выбрасывают на площадки, которые для этого не предназначены. Ну, соответственно, при помощи видеокамер их можно... Безусловно. Но это я говорю о тех стационарных камерах, которые мы устанавливали. Но, вы знаете, у нас есть и жители, которые сами пользуются своими мобильными камерами и даже квадрокоптерами. Вот, кстати, совсем недавно жители Дальнего Воронка они засняли одну мусороперебросочную базу в районе улицы Соколовская, на которой в ночное время сжигался мусор. Они обратились в администрацию. Я давал поручения сотрудникам, они выезжали. Но учитывая то, что сотрудники работают до 18, а мусор сжигали в ночное время, естественно, сотрудники ничто не зафиксировали. Дал поручение разобраться, потом выезжал с представителями Госадмотехнадзора лично туда. Но, правда, довольно быстро отреагировали сотрудники этой организации. Они ликвидировали этот контейнер, в котором все сжигалось. Кто-то у них из сотрудников понес определенное взыскание, получили, а кто-то был уволен. Поэтому я очень благодарен тем нервонодушным жителям, которые нашли время, свое личное потратили время, и предоставили такой виде материал и помогли нам. А сотрудники Госадмотехнадзора в отношении руководства этой фирмы выписали штраф. Штраф уже оплачен, поэтому надеюсь, что больше у них это не повторится. Спасибо, Сергей Викторович. Мы сейчас прервемся на несколько минут на перерыв. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова, секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Горелов. Телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова, секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Горелов. Еще раз здравствуйте, Сергей Викторович. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните, все звонки фиксируются. Наши операторы колл-центра обязательно либо ответят на ваши вопросы, либо зафиксируют проблему, и потом эта проблема будет решаться уже на уровне администрации городского округа Щелкова. Но вот сейчас режиссер подсказывает мне, что звонки все-таки уже есть, и давайте послушаем нашего зрителя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мой вопрос по поводу ЖК Лепима-Сити. В общем, у нас тут уже долгое время наш вопрос никак не решается. Помогите нам, пожалуйста. Люди уже устали ждать своей квартиры. Спасибо. Ну, так понимаю, речь идет о долгострое, Сергей Викторович, который, да, уже, наверное, не первый год тянется. Слишком масштабное было строительство, затеяно, так скажем, первоначально, да, но недобросовестный застройщик ушел в тень, и очень много людей осталось там, обделенных, так скажем. Да, вот что планируется делать в ближайшее время, чтобы как-то помочь им? Да, действительно, вопрос есть по пострадавшим гражданам-дольщикам по ЖК Лепима-Сити. На сегодняшний день этот вопрос находится на контроле правительства Московской области и администрации городского округа. 230 граждан включены в реестр пострадавших граждан-дольщиков. Администрация городского округа создала рабочую группу по защите прав и законных интересов граждан. Проектной организацией подготовлена градостроительная концепция по предоставлению компенсационных участков инвестору, который в будущем будет осуществлять новое строительство жилых домов. После согласования Министерством жилищной политики Московской области концепция будет вынесена на утверждение градостроительного совета. Затем будет определен инвестор-застройщик и подготовлена дорожная карта с указанием всех мероприятий, которые будут направлены на защиту прав участников долевого строительства. Также администрация городского округа приняла решение о признании Литвинова-Сити проблемным объектом строительства В адрес конкурсного управляющего было направлено обращение по обеспечению охраны данного объекта, незавершенного строительства. На сегодняшний день могу совершенно точно сказать, что администрация предпринимает все возможные меры по защите прав и законных интересов всех граждан, которые инвестировали свои денежные средства в строительство вышеуказанного объекта. Но при всем при этом, спасибо, что подняли этот вопрос по ЖК Литвинова-Сити, это не единственный жилой комплекс, по которому у нас есть проблемы. У нас также остро стоят еще вопросы по ЖК Горизонт. На сегодняшний день это еще один проблемный объект, и люди по этому объекту уже более двух лет ждут своих квартир. И на сегодняшний день инвестор-застройщик, который занимался строительством данного ЖК, он имеет задолженность перед администрацией 150 миллионов рублей. Строительная готовность объекта этого 75%. На сегодняшний день администрация согласовала погашение задолженности, учитывая те трудности, которые испытывает инвестор, путем замены обязательств и передачи в собственность муниципалитета 29 квартир. Но был получен отказ от Росреестра, и регистрации договора это не состоялось. По обращению граждан соинвестором судом вынесено решение обязать администрацию рассмотреть вопросы о признании этого объекта проблемным. Поэтому мы в отношении и ЖК Литвиного Сити, и ЖК Горизонт продолжим работу совместно с правительством Московской области. У нас есть еще один звонок, Сергей Викторович. Давайте послушаем нашего зрителя. Что спросят вас, тогда будете отвечать. Добрый вечер, слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Алло, да, говорите, пожалуйста. Хорошо. Это Комарова 11, дробь 2. Под нашими окнами строится по улице Центральной магазин с нарушением СНИПа. Всего 12 метров от стены, а по СНИПу должно быть 50 метров, как мы выяснили. Обращение во всей инстанции ничего не дают нам. Спасибо большое за вопрос. Я вас услышал. Надеюсь, сейчас слышит в прямом эфире и мой заместитель по строительству Никулин Никита Александрович. Я поручу, а точнее уже, считайте, поручил ему разобраться с этим вопросом. Вы получите в ближайшее время ответ о состоянии дел, связанных со строительством этого объекта. Если есть какие-то нарушения, значит, застройщик будет их устранять. Если нарушений нет, вы также в любом случае получите ответ по этому вопросу. Сергей Викторович, в продолжение, скажем так, обратной связи с жителями городского округа Щелково. Сейчас был такой пример мини-связи. У нас было уже два звонка, хотя на самом деле, я говорю всем, да, звонков намного больше. Они все фиксируются, ваши помощники их фиксируют, и все проблемы будут рассмотрены в дальнейшем. Но, тем не менее, в эфир всех мы вывести, как говорится, не можем услышать, чтобы услышали друг друга. Ну, а вам, естественно, вот уже всего за три месяца удалось выстроить такую, скажем, полную, полноценную обратную связь с жителями посредством встреч, выездов в отдельные микрорайоны. Вот если можно, подробно скажите, с какими проблемами чаще всего они обращаются к вам? Ну, за эти три месяца я провел встречи с жителями Бахчеванджи, Чкаловского и в Медвежьих озерах. Хочу сказать, что для того, чтобы наиболее эффективным такие встречи с жителями проходили, потому что жители, встречаясь, по ряду вопросов хотят сразу услышать какие-то ответы. Вот чтобы эффективно проходили такие встречи, я на эти встречи приглашал своих профильных заместителей и руководителей структурных подразделений. Мы старались во время встреч давать максимально полные ответы, но учитывая то, что есть и были вопросы, которые связаны с каким-то перспективным решением, то я давал поручения своим заместителям и руководителям структурных подразделений. Они жителям отвечали и отвечают на сегодняшний день по срокам решения тех или иных проблем. С какими проблемами обращались жители? Первое, это, конечно, благоустройство, это установки детских спортивных площадок, это обустройство и установка мусоросборных площадок, это ремонт дорог. Но при всем при этом, это основные вопросы, с которыми обращались, при всем при этом немало жителей обращалось не по каким-то системным проблемам, а по проблемам, которые носят частный характер. Но, несмотря на это, даже самые небольшие задачи, которые ими ставились, они на сегодняшний день находятся под нашим контролем и включаются в план для того, чтобы решить те вопросы, которые ставят жители. Многие, конечно, жители во время встреч, они требовали решения задач сейчас и на месте, но приходилось давать разъяснение жителям, что не все задачи возможно решить быстро, в том числе и даже в этом, в 2019 году, потому что есть некая особенность, которая заключается в том, что мы формируем некие программы на год, но при этом жителям говорилось о том, что то, что возможно, будет сделано в этом году, то, что невозможно, будет включено для работы на 2020 год. Мы учитывали и положительный опыт таких мероприятий, и в ближайшее время мы планируем провести еще несколько встреч, это касается Монина и Фрянова. Обсудим актуальные пути решения, потому что проблемы есть в этих районах. Хотя я знаю, когда я с жителями общаюсь в социальных сетях, жители пишут, что почему вы считаете, что тот или иной район на сегодняшний день важен, а наш нет. Важны все, но я тоже учитываю и количество обратившихся, поэтому со своими заместителями советуюсь, и мы выбираем по значимости и по количеству обращений тот или иной район, в который необходимо поехать и встретиться с жителями. Но еще раз повторюсь, такие встречи продолжатся, я думаю, что они довольно положительный эффект несут, и как в работе администрации, так и для самих жителей, которые могут услышать о решении той или иной проблемы или о том, как она будет решаться в ближайшие годы. Сергей Викторович, я знаю, что вы большое внимание уделяете работе в соцсетях, именно в смысле обратной связи с жителями. И жители, в общем, приветствуют это. Ну, по крайней мере, тот, кто в соцсетях зарегистрированный и общается. Но вот и с каждым годом такая связь становится все более популярной. Почему, на ваш взгляд, это происходит? В соцсети, если люди обратились, совершенно они точно знают о том, что их вопрос дойдет. И со временем они получат ответ. Да, действительно, на сегодняшний день это очень востребованный вид связи, обратной связи с жителями. Мы в соцсетях в том числе выявляем и в сети актуальные проблемы, которые есть на территории городского округа. И честно вам скажу, что общение в соцсетях помогает в максимально короткие сроки либо дать ответ жителю, либо предпринять какие-то меры по устранению или недочетам, которые жители видят на территории городского округа. В том числе и в работе администрации. Так вот у нас было с одной из дворовых территорий, на пересечении улиц Жуковского и Стефановского в микроюне Чкаловский. По результатам обращений я выехал на место со своими сотрудниками, где мы провели встречу с инициативной группой жителей. Так получилось, что долгое время жители и сотрудники администрации не могли найти компромисса по решению взаимодействия. Мы посмотрели в так называемом Шеруде, где в прошлом году были выложены пешеходные дорожки, что не устраивает жителей. По результатам такой встречи, а изначально вопросы из соцсетей, мы пришли к тому, что провели отдельную встречу с жителями, где, я надеюсь, смогли прийти к определенному знаменателю, а самое главное, сдвинули дело с мертвой точки. Потому что изначально, видимо, сотрудники администрации не услышали жителей, не услышали то, что они хотят. Ну и сделали то, что на сегодняшний день не устраивает тех, кто там живет. Уверен, что социальные сети, они очень помогают в работе, еще раз повторю, и администрации, и самим жителям. Ну а вот, если можно конкретно, да, что в этих дорожках их не устроило? Наоборот, хорошо, по-моему, когда дорожки кладут. Не в том направлении. А вы знаете, дорожки выложили из отработанного асфальта, и на сегодняшний день неудобно по ним ходить. Неудобно ходить, несмотря на то, что кто-то меня уверял в том, что они под нагрузкой все-таки смогут уплотниться, но это абсолютно не так. И пыль от них идет, да и крошка не самого хорошего качества оказалась. Ну а если можно, я в продолжении этой темы скажу, что я привел вот этот пример, но хочу еще один пример привести, он касается уже спортивной жизни города. Ко мне в сетях обратился один юный щелковец и сказал о том, что есть проблема со скейт-парком. Да, действительно, я был на территории скейт-парка, он уже пришел в негодность, морально устарел и изношен, изношен, поэтому мы приняли решение, в этом году сейчас начали его восстанавливать, но временно. Временно, потому что из деревянных конструкций его будем делать. А на следующий год я уже дал поручение заложить средства и предусмотреть более капитальное строение, которое, ну скажем так, не потребует ремонта несколько лет. Понятно, что обслуживание должно будет быть в рамках эксплуатации, но тем не менее приведем в порядок и надеюсь, что благодаря этому неравнодушному юному жителю городского округа мы приведем в порядок скейт-парк. Кстати, после этого стали обращаться жители и других районов, которые попросили, чтобы и у них на территориях тоже такие скейт-парки сделали. Не обещаю, что это будет во всех районах, но предусмотрим на 2020 год, на 2021 и на 2022 годы размещение таких спортивных объектов. Они не только спортивные, но и являются местом досуга молодежи. Поэтому считаю, что это приоритетное направление, одно из наших приоритетных направлений. Будем двигаться в этом направлении. Но вот этот временно отремонтированный скейт-парк до конца скейт-сезона прослужит, да? Абсолютно точно. Абсолютно точно. И я вам больше того хочу сказать, что когда мы сделали объявление о том, что будем заниматься его реконструкцией, ремонтировать, то очень много, кстати, жителей, те, кто любит это скейт-направление, они пришли и помогали со своими инструментами разбирать старый существующий скейт-парк. Ну, раз уж мы так с вами плавно перешли на спортивную тематику, не могу не спросить о том, мероприятие, которое впервые прошло в нашем муниципалитете, грандиозное мероприятие, это, конечно, велопарад. Будет ли он проходить еще и с какой регулярностью? Знаете, когда мы думали о велопараде, мы хотели привлечь жителей к комфортному и экологичному виду транспорта. Ведь мы же все ратуем за здоровый образ жизни, и велодвижение – это одно из направлений здорового образа жизни. Мы выбрали маршрут в центре города, он порядка чуть более, по-моему, 4 километров, проложили его через парк, молодежную набережную и улицу Парковой, на которой обустроены, кстати, велодорожки. Именно по этому маршруту и пролегал наш велопарад. Да, вот сейчас видим на экранах, как он проходит. Скажу сразу, что мы рассчитывали на около где-то 100 участников, что примет участие в велопараде. Но когда я прибыл к началу велопарада, был очень приятно удивлен. Более 300 человек приехало. Ну, кстати, наши жители пригласили своих друзей из ближайших муниципалитетов. Мне очень было приятно видеть и взрослое население городского округа, и детей, которые принимали участие. Надеюсь, что в будущем участников будет больше. Мы такие велопарады будем проводить. Но хотели, честно говоря, увеличить маршрут и увеличить его довольно серьезно. Чтобы можно было посетить культурные достопримечательности, планируем для себя маршрут провести до усадьбы Гребнева. Ну, это уже такое солидное расстояние. Ну, а я хочу добавить только, что сотрудники, наши сотрудники, телеварди компании «Щелково» тоже принимали участие в велопараде, и не только в качестве съемочных групп, но и как обычные велосипедисты. И, кстати, очень многие наши сотрудники добираются на работу на велосипедах. У нас даже есть особо оборудованная велопарковка. Ну, жаль, что это невозможно делать зимой. Ну, к сожалению, да. Ну, и, опять же, это невозможно делать тем, кто живет слишком далеко. Конечно, согласен. Сергей Викторович, у нас еще один звонок есть. Давайте послушаем нашего зрителя. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Да, беспокоит Максим, микрорайон солнечный. Сергей Викторович, очень серьезная проблема. Вы, наверное, уже знаете, я вам обращался в соцсетях. Которая волнует более половины города, это проблема очистных сооружений. Она возникла в 2014 году, когда произошла авария. Соответственно, вы были выделены деньги, на какое-то время запах исчез. Руководство предыдущего отчиталось, что все нормально. Но мы живем рядом, мы знаем, что где-то начиная с 2016 года, по ночам запах начал потихоньку появляться. Год-два назад запах начал усиливаться. Где-то в июле прошлого года, когда была очень сильная жара, запах стоял по всему городу. Так как люди начали уже, ну, это со всего города возмущаться, соответственно, Валов лично выезжал на очистные сооружения. И что-то было сделано, что три месяца запаха вообще не было. Выборы прошли, и ближе, допустим, к декабрю прошлого года запах начал появляться опять. Причиной называли вывоз силовых осадков. Ну, то есть силовых отложений. Да, понятно, что это имеет место быть, но мы следим за запахом, и запах появляется не в одно и то же время. То есть он появляется ночью, может час, может два часа ночи, может пять часов ночи. Но в это время невозможно спать, вообще никак не дышать. У меня у ребенка аллергия, нос закладывает у взрослых, соседи то же самое, общаемся то же самое. Но просто люди уже устали. Мы все прекрасно понимаем, что реконструкция должна была силами не федерального уровня решаться, а местного. То есть ВАУС обещал, что до 21-го года все сделано, и дорожная карта была составлена. Потом все перевестилось на федеральный уровень. Теперь все поперенесено до 23-го года. Мы понимаем, что проблема поставлена на контроль, но в это время нам надо как-то жить, как-то дышать. Мы все прекрасно понимаем, но можно просить вашей помощи, что хотя бы на местном уровне, пока не началась реконструкция, каким-то образом ее ускорить, либо какими-то дезодорирующими установками, либо, я не знаю, какими-то способами, грибками засыпать. Потому что когда грибки засыпают нормально, тогда запах исчезает на какое-то время. Очень вас просим решить эту проблему. Это актуальная проблема, просто невозможно жить таким образом. Сергей Вячеславович, можем как-то помочь жителям микрорайона Солнечный? Ну, вернее, даже ни одного Солнечного, конечно, и многих других. Просто Солнечный ближе всего к счастным находится. Да, действительно, проблема с счастными сооружениями существует. Ну, сказать мне сейчас потерпите. Наверное, люди меня просто не поймут, но при всем при этом и другого, наверное, сделать не могу. Совершенно точно могу сказать, что я разговаривал на эту тему и в правительстве Московской области, и с директором водоканала Циваревым. Реконструкция очистных начнется в 2020 году. Выделяются очень серьезные средства на это. Но то, что касается... Я, с своей стороны, обязательно, конечно, переговорю еще раз с директором, что возможно сделать для того, чтобы снизить уровень тех запахов, которые на сегодняшний день ощущают. Тем более, я прекрасно понимаю, что летнее время и при увеличении температуры на улице эти запахи усиливаются и распространяются по территории городского округа. Подумаем, что возможно сделать. Но еще раз повторюсь, реконструкция начнется в 2020 году. Надеюсь, что когда ее закончат, то проблемы с очистными сооружениями будут сняты на очень долгие-долгие годы. Еще одна проблема, о которой мы очень много говорим и в средствах массовой информации, и на уровне соцсетей, и так просто в разговорах друг с другом, это строительство школ. Очень много не хватает ликвидации второй смены. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Ликвидация второй смены в 2021 году. Что делается в нашем муниципалитете в этом направлении? Совсем недавно, несколько месяцев назад, в рамках реализации президентского приоритетного проекта «Современная школа» мы закладывали капсулу в основании школы «Вжигалово». Кстати, этой школы ждут очень и очень многие, потому что на сегодняшний день там преобладает в этом микрорайоне многоэтажная застройка. И я знаю, что жители, которые там проживают, они ждут школу, которая будет расположена в шаговой доступности. Здание начали строить, здание рассчитано на 1100 мест, на 1100 учащихся. Общая готовность объекта на сегодняшний день, несмотря на то, что только недавно началось строительство, уже 4%. На площадке задействовано около 70 рабочих, смонтированы башенные краны, производится вывоз и перемещение грунта, продвигаются монолитные работы. Словно, на сегодняшний день я считаю, что старт этой школы очень и очень хорошо пошел. То, что касается всего вообще городского округа Щелково. Значит, мы до 2021 года планируем, что на территории появится 9 новых школ. Есть у нас несколько объектов, к реализации которых планируется приступить в ближайшее время. Чкаловский, кстати, является одним из самых крупных микрорайонов города. Там расположены 3 школы, но потребность на сегодняшний день в новых объектах есть, так как у нас в этом микрорайоне ведется обучение во вторую смену. Запланировано возведение пристройки к школе номер 11 на 550 мест. Однако у нас есть несколько рабочих вопросов, которые необходимо решить. Мы их решим и планируем начать срок строительно-монтажных работ уже в августе этого года. Есть и другие объекты, которые строятся, но еще раз повторюсь, что до 2021 года мы постараемся сделать все, чтобы ввести в эксплуатацию 9 новых школ. Я знаю, что сейчас могли бы позвонить, наверное, жители Медвежьих озер и других районов, в том числе сказать и по вопросу строительства школы в Солнечном. Кстати, в Солнечном скажу, что на сегодняшний день там очень даже неплохие темпы, но эта школа на сегодняшний день на своей территории имеет... Совсем недавно еще было 90 рабочих. Я был на этой школе, попросил подрядчика, чтобы он увеличил количество рабочих, и они услышали меня, услышали администрацию. На 27 человек сразу увеличили. Я хочу сказать, это довольно сильно продвинуло темпы строительства. Что касается школы пристройки в Медвежьих озерах на 275 мест, эта школа должна была быть сдана в 2018 году, но учитывая то, что с подрядчиком, так как он не выполнил свои обязательства, был расторгнут контракт, мы ушли в 2019 году в длительные процедуры расторжения контракта, а потом запуска новых процедур, чтобы приступить к достройке этой школы. Контракт подписали только 20 мая. Но я довольно часто там бываю, мой заместитель практически ежедневно туда выезжает, заместитель по строительству. На сегодняшний день там все движется. И я помню нашу встречу с жителями в Медвежьих озерах, когда мы говорили, что сделаем все для того, чтобы 1 сентября этот объект запустить. На сегодняшний день, думаю, что опасения, конечно, есть, но предпринимаем все меры, в том числе обращаемся в правительство Московской области, чтобы, когда необходимо финансирование, они довольно быстро это сделали. И еще раз оговорюсь о том, что есть ежедневный контроль. Думаю, что 1 сентября мы сделаем подарок тем детям, которые пойдут учиться в эту пристройку. Ну что ж, будем надеяться, конечно. Еще одной проблемой, наверное, может быть, с одной стороны, сезонной проблемой, но с другой стороны, ежегодно повторяющейся является проблема борщевика, которая очень активно сейчас обсуждается на оригинальном уровне. В прошлом году даже обязали владельцев территорий, которые не борются с борщевиком, штрафовать их будут очень сильно. Вот как у нас в муниципалитете сейчас ведется борьба с этим растением? Ядовитым, ужасным растением. Действительно, борьба с борщевиком остается одной из самых распространенных причин обращения от жителей. У нас в этом году были разыграны контракты почти на 2 миллиона рублей. И изначально площадь, на которой мы должны были бороться с этим ядовитым растением, она составила 131 гектар. Но жители обращались, и мы увеличили эту площадь на сегодняшний день до 200 гектар. Я знаю, что самая тяжелая ситуация по борьбе с борщевиком, а точнее с его количеством, конечно, находится на территории Фрианово. Там ядовитое растение произрастает более чем почти на 40 гектарах. Второе место у нас занимает Турбино, там почти 36 гектаров, и третье место – это Вогонево, 26. Но на сегодняшний день уже ведется второй этап обработки борщевика. Он стартовал в начале месяца и закончится к концу июня. Но при всем при этом нельзя забывать, что есть еще и частные территории. Вот частные территории на сегодняшний день у них обработано 174 гектара, но при этом есть и те частники, которые не хотят бороться с борщевиком на своей территории. И говорят так, что нам проще заплатить штраф, чем бороться с ним. Конечно, меня такая позиция не устраивает. И штрафовали, и штрафовать будем. И при этом проводим с такими нерадивыми собственниками и беседы в стенах администрации. Разъясняем, что если они не будут бороться на своих территориях с борщевиком, то этот борщевик пойдет дальше. Просто необходимо понимать, что для того, чтобы его победить, необходимо работать везде и сразу. Но есть одна особенность у борщевика. С ним можно бороться только мае-июнь. До того момента, пока он выбросит свои семена, после того, как созреет. Но знаю, что в этом году этому вопросу очень большое и сильное внимание уделено. Но уверен, что потихоньку за несколько лет мы справимся с этим растением. Потому что за один год это сделать невозможно ни химикатами, ни механическими средствами. Еще один вопрос, и не могу вам не задать. В связи с вашей, так скажем, двойной должностью. Совсем недавно в Щелкове прошла очередная конференция партии «Единая Россия», на которой вас избрали секретарем местной организации. Возникает вопрос, как вам удается сочетать эти два направления деятельности, не мешает ли одно другому? Не мешает ли секретарство работать исполняющим полномочия главы муниципалитета? Коротко отвечу, что не мешает. Но при этом хочу сказать, что напротив даже у партии «Единая Россия» есть ряд партийных проектов, которые так или иначе связаны с деятельностью администрации, в частности, муниципалитета. Вот у нас, например, есть такой проект, как «Городская среда», предусматривающий благоустройство общественных зон и дворовых территорий. Или вот проект «Локомотивы роста», который нацелен на поддержку предпринимательства. Поэтому так или иначе все эти проекты, они основной за свои задачи ставят повышение уровня жизни граждан, а это как раз является приоритетом не только моим, как руководителям города, но и приоритетом работы администрации. Поэтому нет, никоим образом не мешает, а даже, наверное, и стимулирует в каком-то виде. Давайте подводите уже, наверное, итоги нашего сегодняшнего разговора. Итак, вы рассказали достаточно много о направлениях вашей работы. Но я знаю, что в соцсетях жители очень интересуются вашим хобби, вашими увлечениями. Чему отдаете предпочтение в свободное время? Учитывая мою работу в свободном времени, наверное, не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее, если удается такое свободное время, то я люблю отдых на природе. Отдых с удочкой. Это первое. И второе. Я в свое время довольно серьезно занимался таким видом спорта, как хоккей. Хотя, учитывая свою загрузку, работу, очень давно не стоял на коньках. Но хочу выехать и опробовать лед на нашей ледовой арене Третьяка. Ну что ж, будем ждать. И покажем нашим зрителям, как вы там будете кататься. Последний вопрос на сегодня. Это, ну так скажем, уже больше, наверное, о том, что будет уже буквально через два месяца. Я имею в виду это празднование Дня города и района. В этом году мы отмечаем 90-летие Щелковского района, будем так его называть по старинке. Да, 90-летие Московской области. Понятно, что обойти стороной это мероприятие мы никак не можем. Ну и, наверное, готовится что-то такое очень грандиозное. Секретами можете поделиться? Ну, не всеми, конечно, так частично. Ну, все секреты раскрывать не буду, потому что праздник, правда, вы сказали, грандиозный. И совпадает с 90-летием Московской области. Пусть это останется сюрпризом для горожан, хотя, конечно, они узнают, какие мероприятия мы готовим. На сегодняшний день сотрудники администрации занимаются проработкой всех мероприятий на территории всего городского округа. Но я могу одно сказать, что ко дню города мы готовим интересный проект. Это прямо сейчас идет разработка нового брендбука нашего муниципалитета. Это визуальная концепция, которая включает в себя образы, напрямую связанные или образы, которые ассоциируются у жителей с историей, культурой и обликом городского округа Щелково. На сайте администрации на сегодняшний день уже стартовало онлайн-голосование за варианты визуальной концепции. И сейчас, пользуясь случаем, могу обратиться к жителям и сказать, что они могут проучаствовать в этом выборе и принять участие могут все желающие. Поэтому призываю всех жителей не остаться в стороне, так как это все-таки, как мне видится, является одним из способов повлиять на будущее своего родного города. Ну вот сейчас зрители имели возможность наблюдать варианты, которые им будут предложены. А у меня такой вопрос. Будет выбран какой-то один единственный вариант, как, скажем, в случае с Молодежной набережной? Или может быть несколько? В разных местах разные. Разные толкования Щелково. Вариантов сейчас предложено для голосования несколько, но каждый вариант, он подразумевает, знаете, он как конструктор. Его можно в зависимости от тематики, от места, от направления, его можно конструировать и менять внутри себя. Надеюсь, это особенно понравится молодежи. Будем ждать, недолго осталось. Большое спасибо, Сергей Викторович, за сегодняшний разговор. Во время нашего первого диалога, телевизионного диалога, поступило достаточно много звонков от наших зрителей. Я обращаюсь к зрителям, конечно, извините нас, все звонки не могли выйти в эфир, но понятно, что все они зафиксированы. И в ближайшее время все проблемы, которые вы обозначили, будут решены. Ну, я, если можно, добавлю, что я перед началом эфира даже просил, не зная о том, что будут у вас технические неполадки, не будут. Я сразу сказал, что звонки, наверное, будут поступать, их будет много. Поэтому попросил, чтобы все их записали. Я обязательно со своими заместителями профильными разберу обращения, которые поступили. И в ближайшее время горожане получат ответ на поставленные вопросы. Еще раз спасибо, Сергей Викторович. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова, секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Горелов. Это была последняя программа в нынешнем телесезоне. В следующий раз «Диалог» в прямом эфире выйдет в начале октября, как обычно традиционно. Спасибо, всего доброго. Смотрите нас на Щелковском. Субтитры подогнал «Симон»!